Всем доброго времени суток, с вами Мервин и сегодня у нас на обзоре наган от Ижевского механического завода Байкал МР-313, Тульский оружейный завод, вот там же звезда, там буквка Т 1945 год, вот этот квадратик с раздельными полосками, с раздельной полоской, это означает то, что он был в ремонте Так, звезда имеется на курке, ну вообще тут почти все детали со звездами, это означает, что ГОСТ Итак, наган, МР-313, это боевой, деактивированный под сигнальное оружие Стреляет капсулями ЖВО, сейчас продемонстрирую, как он стреляет Смотрите Громко, да? Мне очень понравилось Мушка здесь срезанная, потому что поздняя Срезали их примерно с 30-го года Снизу имеется натапка Подкрепление ремень Докупалась кабура И гильзы стреляны Ручка из дерева Заказная Из березы Неполную разборку совершу в конце Итак Здесь имеется два режима стрельбы Это самозводом И предварительный завод Вот так вот Стреляет достаточно громко Барабан прокручивается И Подвигается вперед К казенному Срезу ствола Чтобы Больше это Обчураться было Достаточно удобно сидеть в руке Держится Приятно достаточно Целик это Полукруглая прорезь Мушка это Ну вот Такая вот Ствол Расточен Чуть-чуть То есть убраны только нарезы Внутри стоит штифт Вот примерно Отсюда до отсюда Три с половиной Четыре сантиметра Нога не тяжелый Весит примерно 700-800 грамм Итак Понравился Вот недавно приобрел Классная вещь Прошлый Который я снимал Это мне дал друг Итак Давайте еще стрель Вообще прикольно Давайте еще разочек Шикарно Да В камеру Итак Оператор Чуть-чуть оглох Ему тоже понравилось Лухануло Наверное Меня сейчас не слышат Здесь номер Сделан в десятом году КВ Живело написано Барабане Ну это Все не видно Особо Надписи Потому что они так Чуть-чуть выграверны Лучше Снять базовое Воронение И Сделать Ну переворонить В общем его Так будет лучше Сейчас посмотрим Осталось патрон Или нет Ооо Меня тоже глуханул Итак Почему же я оделся Именно так Как сейчас Угадайте сами Ноган И такая форма одежды Ну Сами понимаете Что еще В общем могу Про него сказать При Снятии вот этой Части Пружина Полностью Хромирная Боевая пружина Держится в руке Очень удобно Спусковой крючок Нажимается Очень тяжело Усилие Около Шести килограммов При Заведении Курка Потому что Барабан уже Сам Подвинется Вперед Вот Сильно Спусковой крючок Около Двух с половиной Трех килограмм В общем Такой вот Ноганчик Всем спасибо За просмотр Данного видео Сейчас мы В конце Ну сейчас Прям совершим Неполный разбор Для этого Необходимо Повернуть Шомпол Против Часовой стрелки Выдвинуть Вперед Нет По часовой стрелке Выдвинуть Вперед Соместить Вот тут Риски Выдвинуть Ось барабана Отвести Дверцу Абади По другому Калитка И Вытащить Барабан Экстрактировать Некоторые гильзы Три осталось Иначе Выбивать будем Сейчас Покажу Как они Выбиваются Ну в прошлом Видео Где я В тот раз Браунаган Там выбивались Тяжело Здесь Достаточно Легко Здесь Просто Так Делаем Нет Тут просто Главное До конца Не дать Уйти Барабан То есть Вот чуть-чуть Все Он должен Сам вылететь Вот так Вот Такое Джио Стрельное Дальше Кажись Перевел Чуть-чуть Чуть-чуть Отпустим Попробуем Сейчас по-разному Разными Способами В общем Как я уже Главное Не дать Ему Встать В паз Барабан То есть Вот чуть-чуть Отвели И Экстрактируйте Вот это тяжело Все Экстрактировал Дальше Отводим шомпул Сдвигаем Сдвигаем Держцу Обади И Поворачиваем Шомпул В противоположную сторону Все Он держится Ничего Так Нормальная вещь Легкая Достаточно Прям Руку И вообще Не грузит Стреляющий Положен Вот таким Образом Это Офицерская Стрельба Как вы уже Поняли Стреляет Ромка Сейчас Покажу Гильзы И завершу Обзор Сейчас Лепу Вот Такая Гильза Это 7.62 Нагановская Вот она Чуть-чуть Выпирать Будет из барабана Для Больше Обтюрации Итак Всем спасибо За просмотр Данного Видео Не забывайте Подписываться На канал Если это видео Вам понравилось Всем пока